Только в Нарынской области больше 55 тысяч абонентов. Большая часть из них, как выяснилось, отапливает жилье электричеством. И это несмотря на то, что под боком угольное месторождение и твердое топливо по сравнению с другими регионами для них вполне доступно. А в начале года жители некоторых регионов требовали пересмотра тарифов за электроэнергию. Хотя за последние годы по сравнению с соседними государствами тарифы за свет в Кыргызстане ни разу не повышались. Зато средств на ремонт изношенных электросетей не хватает. Несмотря на это, государство пошло навстречу с жителем Высокогорья. В этом году предусмотрены компенсации за потребление электроэнергии. Компенсации в этом году должны получить 185 953 жителя Высокогорья. Для них из госбюджета выделяют 1 миллиард 832 миллиона сомов. Для сравнения, в 2014 году сумма компенсации составила 120 миллионов сомов. Выплата компенсации составляет 50% от потребляемой электроэнергии на бытовые нужды. Компенсации выплачиваются вместе с пенсией в целях повышения жизненного уровня пенсионеров. Я считаю, что эти льготы только на зимний период этого года. Потому что мы пока не знаем, что будет в следующем году. Так и останется уровень воды Токтагульского водохранилища. Или нам удастся пополнить хотя бы частично. В декабре прошлого года из предусмотренных по графику 233 миллионов киловатт-часов было потреблено всего 118 киловатт-часов. Исходя из этого, президент Алмазбек Атамбаев давал поручение соответствующим госорганам проработать вопрос снижения цены на импортную электроэнергию для отечественных потребителей. В результате тарифы на свет были снижены. Установление этого средневзвежечного тарифа для населения 1 сумм 82 тына. То есть снижение здесь на 23 тына. И для всех других потребителей промышленность, сельское хозяйство, бюджетные потребители и прочие потребители 1 сумм 97 тына. Но как показала практика, повышение тарифов на электроэнергию научило население все-таки экономить ее, выключая свет при выходе из помещения.